Он очень рассказывал, что на одном из озер Владгарии, и посмотрите, как он рыбу ловит. Взяли, а удочка закинута, как артенна на дерево, передает данные. Вот такого рода, это очень широкое, широкое понятие разведки. Я думаю, что у меня есть книга «Тревожная жизнь». Там записаны воспоминания Баггарда, Севастьяна Мцелова, многих-многих других, которые сами сталкивались со всем этим. И это очень трудно было выявить. И даже когда пятая колонна действовала в Лиге, насколько они были связаны с немецкой и германской разведкой, установить очень трудно. Потому что, скажите, в этом сфере... Я хотел задать вопрос. Сейчас все-таки вопрос. Да, я просто хочу сказать, что вы очень упомянули интересную тему. Это Роберт Штиглиц. Это человек, который фактически является таким человеком в железной маске. То есть изучая пять томов, я встретил на нем только фрагментарные сведения. Более того, я не знаю, когда он умер. То есть я не думаю, что вообще кто-нибудь может рассказать, когда он и где умер. На самом деле, я считаю, что, конечно, должность он занимал очень порядочную. Но самое интересное, что в сороковом году он очень быстро сориентировался. И еще в июне он выехал в Эстонию. И раскрывался в Эстонии на каких-то хуторах, видимо, да, после чего он вернулся после начала германской оккупации в Латвию. И занял пост руководителя полиции Риги при немцах. История эта безразмерная. И мне довелось участвовать в открытии памятника Теодору Нетте, Ричкина. И мне кажется, что там тоже непонятно вообще какие разведслужбы. Братья Габриловичей там наняли, да, которые стреляли в Биагана Мастали и в Теодору Нетте, дипкульеров. Но говорят, что это была германская разведслужба на территории Латвии. Поскольку пакеты, а не секретные документы везли из Берлина. Прошу. Ну, во-первых, спасибо за интересное выступление. Маленькая реплика с Вашими документами. Вы не обращали внимания, а можно ли определить, какое количество сотрудников латвийских спецслужб в межвоенный период были советскими агентами? Могу сказать, что, скажем так, такие люди имелись, но я могу считать, что все-таки их количество можно перечислить на пальцах, потому что у них отсутствовала мотивация. То есть человек, который в латвийской разведке, в латвийских спецслужбах добился какого-то определенного уровня, он все-таки должен был быть до этого слишком сильно мотивированным. В Латвии до войны жизнь была достаточно, скажем так, материально обеспеченной. Поэтому не думаю, что люди, которые хорошо, скажем так, были информированы о жизни в СССР, могли в то время быть, скажем так, идейными сподвижниками чекистов. Я вообще, в принципе, я бы вообще не переоценил бы роль советского шпионажера в Латвии до 40-го года, потому что ходят слухи там о, скажем, Клягину, например, да, то есть жену министра основных дел Мутраса и так далее. То есть я лично полагаю, что все-таки главным является, еще раз повторю, глупость, коррумпированность, некомпетентность правящего слоя, а не шпионаж. А коррупция? Ну и коррупция в том числе. Николай Николаевич, я так понял, что все ваше выступление построено на советских материалах, так? И косвенно то, что в советских вот это говорит. Но эти материалы, это же материалы, не напечатанные советскими, скажем так, обмагандистами, это объективные материалы. Я думаю, да, да. Вот эти документы, они в Латвии хранятся? Да, они хранятся в Латвии. Они были получены после длительных по войску комитета госбезопасности Латвийской СССР в 1960-61 годах. То есть они изначально их не хотели отдавать. В связи с этим у меня вопрос. Насколько сохранились документы латвийских спецслужб или спецслужб Латвии до военного периода, вот, начиная, там, скажем, с 34-го по 40-й? Они были уничтожены, они были уничтожены в день вхождения Красной армии в Латвию. Они сожгли все документы, полностью все это рекоментировали. Остались частично аргентурные картотеки по управлению районами, да, так называемые районы, потому что районами назывались территориальные единицы, не соответствующие тогдашней административной границе, но, скажем так, вот, Рижский район туда входил, это, допустим, там, взморе, там, так далее. Вот, эти документы были сохранены, но они были вывезены в Москву, и, видимо, они были уничтожены потом, потому что никогда они не находились на учете архивной в Латвии. Вообще, на самом деле, если что говорить по архивации вообще дел, то очень большую помощь, конечно, оказало посольство Латвии в Вашингтоне, потому что там, из-за того, что она сохраняла свою, скажем, право-приемственность, там сохранилось 5000 архивных дел. И среди этих дел есть тоже совершенно секретный материал, который направлялся дипломатами Латвии в 30-е годы. Но это несколько удается уже из, скажем так, из сюжета нашей конференции. То есть, официальная версия, что документы были сожжены, да? Официальная версия. Дело в том, что я хочу сказать, что это не только по Латвии, патрулим республикам, но такая ситуация якобы сожжена. Вот вы себе представьте, допустим, когда даже разваливался союз, то тоже была попытка и в Винусе, и в Берлине, и в Берлине в то же время. Поэтому я думаю, что тут большая натяжка. Документы есть, другое дело, как к ним попасть? Это, слушай, я имею в виду, что довоенные документы советские, латвийские, литовские, эстонские, то же самое и советские, и немецкие документы. Потому что вот мы долгое время, вы же прекрасно знаете, допустим, в особом архиве в Москве, до 90-го, вот окажется, там, максимума в первые 5 дней в архиве, вот она сделала прорыв. Но я до этого работал много раз в особом архиве в Москве, и совершенно случайно попадались документы, которые, ну, абсолютно невозможно было знать, что они есть в этом архиве. Поэтому я думаю, что все-таки, что касается и немецких документов, и довоенных документов, все-таки у нас есть надежда, что они со временем сплютут. Хотелось бы играть. Николай, скажите, а результат вот этих исследований, он будет, скажем, в виде книги, к примеру? Этим занимаются наши партнеры в Москве. Книга будет создана, как я понимаю, в сотрудничестве с небезызвестным центром российской современной истории имени Александра Яковлева, эти большие красные дома. Но это еще зависит от входящих обстоятельств, то есть, что наши прибалтийские коллеги сделают. То есть, я же не один там работаю, там работают еще и люди из других государств. Поэтому надеюсь, что, скажем так, в течение ближайших двух-трех лет это будет напечатано. Но, опять же, я собираюсь также выступить с серией статей в газете «Вести сегодня». Ну и вот нынешнее выступление благодаря нашей конференции – это вот первая заявка на такую работу. Спасибо. Вопрос еще. Соответственно, истинно, что спецслужбы Латвии, как я рассказывал, передали НПВД, называемые культурно-обитательные дела, потому что большая часть не касалась наблюдения за русской эмиграцией. Белая эмиграция связана с иммигрантскими центром. Сырочевая НПВД очень недослежимый ребенок и арестовывал потом быстро и эффективно. Я не хочу с вами согласиться, потому что я считаю, что учетами занималась резидентура КВД при Полпрецке. И у них были на пересчет все деятели более или менее известны. Поэтому я не думаю, что латышеские контрразведчики могли что-то привнести в эту работу. Доктор экономических наук, гемодоклады, деятельность, экономические и организационно-технические аспекты подготовки СССР Кобороне в 1938-1941 годах. Продолжение следует...